Соблюдать правила дорожного движения обязаны как водители, так и пешеходы. Особенно там, где их интересы на дороге пересекаются. Сотрудники госавтоинспекции вышли в рейд, чтобы проверить, как осуществляется посадка и высадка пассажиров из маршрутных транспортных средств и разъяснить пешеходам и водителям, кто кому уступает и когда можно идти к трамваю. Остановки общественного транспорта зачастую становятся опасным местом как для пешеходов, так и для водителей. А все потому, что первые ожидают трамваи на замощенных путях или торопятся к подъезжающему составу, а водители, в свою очередь, не всегда готовы уступить проезжую часть пешеходам. Однако действие каждого регламентировано правилами дорожного движения. Пункт 14.6 правил дорожного движения обязывает водителя уступить дорогу пешеходам, осуществляющим посадку-высадку в маршрутное транспортное средство. Правила дорожного движения обязывает водителя остановиться перед разметкой 1.17.1 либо перед маршрутным транспортным средством, которое оборудовано световым табло «Внимание! Пассажир!». Однако и к пассажирам общественного транспорта требований не меньше. Так ожидать трамвай следует только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине. «Маршрутному транспортному средству следует проходить только после того, когда оно остановилось. И после этого водители будут обязаны предоставить вам преимущество, чтобы допустить трамвай. Пока он только подъезжает, выходить от проезжей частью до аренции, это будет дать нарушение». И в любом случае пешеходы обязаны убедиться в безопасности своего перехода, будь то к общественному транспорту или по пешеходному переходу, регулируемому или нет. К слову, именно на пешеходных переходах в этом году возросло число ДТП с наездом на людей. «В текущем году зарегистрировано 39 наездов на пешеходов в зоне нерегулируемых пешеходных переходов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких фактов было 19. Поэтому этому направлению сотрудниками госавтоинспекции уделяется пристальное внимание». Большая часть ДТП происходит по вине водителей – более 87%. Однако снимать всю ответственность из пешеходов полицейские не спешат. Так, в этом году к административной ответственности привлечено более 2000 пешеходов и 4500 водителей.